Офицеры КНДР погибли на фронте в Украине. Лукашенко будет поддерживать украинцев. Мы будем украинцев поддерживать. Адам Кадыров получил новую награду. И прорыв дамбы в Алтайском крае. Северокорейские офицеры погибли на войне в Украине. Шокирующе звучит, да? Но это правда. И речь именно о военных КНДР, а не о наемниках, которые приехали воевать на стороне России. По данным источников Киевпост, в разведке Украины людей Кима ликвидировали во время удара под Донецком 3 октября. Всего было убито 20 военных, в том числе 6 офицеров КНДР. Последние прибыли туда якобы на переговоры со своими российскими коллегами. Еще трое северокорейских военнослужащих были ранены. Подтверждают это и заэтники со ссылкой на источники в российской минагрессии. Сам удар якобы был нанесен по полигону во время показа подготовки российских военных к штурмам в Украине северокорейским бойцам. А вот другой союзник Путина более осторожный, чем Ким Чен Ын. Усатый таракан решил, что он новый царь Соломон. Самопровозглашенный президент Беларуси впервые прокомментировал попадание БПЛА российских и украинских в белорусское воздушное пространство. Меня что настораживает, что закупить то закупили, а управлять еще ими не умеют. Поэтому часто эти беспилотники, которые запускаются там за Киев и дальше, и в западную Украину с стороны России, против них еще радиоэлектронной борьбы системы работают, сбивают их с пути. И они иногда то влево, то вправо залетают, теряют ориентацию. Несколько случаев таких было. С одной стороны и с другой. С стороны России, с стороны Украины. И мы так жестко украинцев критиковали, и они нам по этому же каналу, что мы общаемся, вы передаете президенту, что вы нас критикуете, а когда с России залетают, вы не критикуете. Вот прям позвонили и пожаловались, что Лукашенко критикует украинцев, а россиян нет. Ну ладно, дальше еще больше. По словам Лукашенко, после этой якобы просьбы от украинцев он принял Соломоново решение. Решил не критиковать ни Россию, ни Украину за беспилотники. А разбираться будут на уровне специалистов. Вот мне только одно интересно. Александр Григорович, вы когда на пяти стульях сидите, у вас ничего не болит? Извините за эйджизм, но возраст уже все-таки. Но, вы знаете, Лукашенко пошел еще дальше. Заявил, что Беларусь будет поддерживать украинцев. Мы будем украинцев поддерживать. Потому что мы понимаем, что следующее будем мы. Ну ладно, ладно, не сильно удивляйтесь. Здесь речь идет о возможной агрессии Польши в отношении Украины. Заявил, что Минск поможет Киеву, если Польша предпримет попытки, скажу по его словам, оттяпать запад Украины. Ну я же говорю, царь Соломон. Царские одеяния не жмут, надеюсь. Как вам новые заявления Лукашенко и для чего это все он говорит? Как вы думаете? Пишите свои мысли в комментариях, а также ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. У нас интересно. Путин очень заботится о своей семье. Все это, конечно, в ущерб жизни россиян, но когда это имело хоть какое-то значение? Дети Путина, бывшая жена, живут и не знают печали. Но не только близких родственников Бункерный обеспечивает. Не забывает он и о двоюродной племяннице. К примеру, по информации агентства, Владимир Путин присвоил своей племяннице Анне Цивилевой чин, соответствующий званию контр-адмирала. Цивилева стала действительным государственным советником третьего класса. Карьерный взлет у племянницы начался летом как раз на фоне чисток Минобороны. Она стала замглавой Минобороны РФ. Я думаю, вы не удивитесь, когда я скажу, что к воинской службе она отношения никакого не имеет. По образованию она врач-психиатр и в конце 90-х работала в психбольнице. А потом Путин пришел к власти и племянница ушла в бизнес. Ей принадлежит доля в одной из крупнейших угольных компаний в России «Калмар». Знаете, это как в популярном меме о плане на жизнь «туда-сюда, там-сям миллионер». Видите, оказывается, это не просто шутка, так реально бывает. Ну, если вы родственники Путина. Ну, давайте будем честными. В делах семейных Путину далеко до Кадырова. Чего стоят только постоянные повышения и награды для его сына, Адама Кадырова. Казалось бы, уже и наград не осталось, которыми можно наградить Адамку. Но нет. Малакасос вновь удостоился признания. В этот раз его внесли в Книгу рекордов России. Адамку признали самым молодым начальником службы безопасности главы субъекта России. Он занял пост в 16 лет. Рекорд зафиксировали еще почти год назад, в ноябре 2023 года. А тогда ему исполнилось 16. Но для награждения, как говорят, ждали подходящего момента. Только самые лучшие попадают в Книгу рекордов России. Тот рекорд, за который сертификат, за который я держу в руках, был зафиксирован, установлен не сегодня. Но тем не менее мы ждали подходящего момента, чтобы зафиксировать и вручить сертификат. Итак, рекорд самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта Российской Федерации с результатом 16 лет и один день с рекордсменом Адамом Рамзановичем Катыровым рекорд объявляю официально зафиксированным. Диплом о рекорде был не единственной наградой. Адамка также получил медаль за популяризацию Книги рекордов России. Если что, это уже 11-я награда за год. Наша следующая героиня также думает, что попадет в Книгу рекордов только Гиннеса. Но от нее это на самом деле сарказм. Дело в том, что на эту женщину, жительницу Челябинской области Гульнару Бухареву, завели уголовное дело. Вменяют оправдание терроризма. Поводом для этого стал ее комментарий со словом «Горжусь» под постом о дне рождения политзаключенного Алексея Нуриева, осужденного по делу о поджоге военкомата на 19 лет. ФСБшникам не понравилось именно слово «Горжусь». Если что. Мне приехали ФСБшники за комментарии в соцсетях. Там был материал о двух наших земляках, бокальцах. Они пытались поджечь военкомат в самом начале войны. Самое смешное, этот комментарий состоит из трех слов. «Мои земляки, горжусь». Я говорю, а мои земляки как относятся вообще к терроризму? Нет, тут только одно слово «Горжусь». В общем, за слово, за одно слово «Горжусь». Лингвистическая экспертиза сделала квалификацию как оправдание терроризма. В общем, я не знаю, скоро, наверное, в книгу Гиннеса попаду, потому что ни разу не слышала я, чтобы из-за одного слова на человека заводили уголовное дело. Для Бахаревой это не первое обвинение. В июле 2022 года сотрудники ФСБ уже бывали у нее дома и проводили обыск. Тогда также обменяли оправдание терроризма. Женщина написала тогда комментарии, в которых она назвала Крымский мост законной военной целью, а про Станкинскую телебашню написала, что ее надо взорвать. Тогда ей назначили штраф в 400 тысяч рублей. Тем временем российские военные потеряли автомат. В прямом смысле и теперь его ищут. Оружие боевики забыли у магазинов Тверской области. Оружие, ожидаемо, украли. Пишут, что случилось это 3 октября. Четверо солдат якобы шли из части и решили зайти купить сигареты в поселке Куженкино. Оружие оставили у входа в магазин, а вместе с ним и одного солдата, чтобы присматривал. Когда остальные вышли из магазина, то один автомат забрать забыли. Вот так просто. Ну а теперь местные чиновники слезливо просят вернуть оружие владельцам. Пока не возвращают. Проблемы и у жителей Алтайского края. Там прорвало дамбу. Случилось это в Шелобалихе на Зеркальных озерах. Вследствие прорыва дорога, которая соединяла две части села, разрушена. Местные власти во всем обвинили дожди. Давайте отходите назад, подальше. Вы отходите, тут же провода тоже вот это все идет. Упадет скоро. Ну а напоследок обычный день в России. Вашему вниманию Махачкала и воздушный шар с портретом Путина. Вы знаете, я даже уже не удивляюсь этой антиутопии. Упадет скоро. Упадет скоро. Упадет скоро. Упадет скоро. Упадет скоро.